В микрорайоне Снежный в День Знаний торжественно открыли новую школу детский сад. Это образовательное учреждение стало первой школой, построенной в Магадане за последние несколько десятилетий. Новый адрес – улица Майская, 22-Б. На школьный праздник собрались жители микрорайона, учителя, ребята, их родители и все строители, которые усердно трудились над возведением здания. Собравшихся также поприветствовали губернатор региона Сергей Носов и мэр областного центра Юрий Гришан. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником. Особенно хочу вручить цветы Екатерине Игоревне, директору школы. Коллектив у вас молодой. Я думаю, вы все поддерживаете и будете поддерживать вам успехов в новом здании, новых традиций, новых успехов. Яркое, современное и комфортное здание полностью готово к образовательному процессу. Оно состоит из двух блоков – учебного и спортивного. К ним пристроены детский сад и пищеплог. Также предусмотрены библиотека, медицинский кабинет. Строительство велось в рамках реализации национального проекта образования. Я не зря сказал, что есть школа, есть жизнь в поселке. Нет школы, все считается, что поселок завтра закроется. И вот в 2015 году, когда меня избрали на должность главы муниципального образования, у меня в предвыборных обещаниях было написано, что школу мы сделаем. И мы активно начали проектировать. Мы выбирали строительную площадку. Вот именно на этом месте должна была быть построена школа на 620 детей. Такой огромный был раньше поселок. Сейчас 50 плюс 30. Но мы ее обязаны были сделать, потому что начальная школа. Я не хотел еще один автобус и возить этих малюток в школу. Здесь мороз 40 градусов. Это большие проблемы. Поэтому решили построить по проекту начальная школа детский сад. По словам подрядчика, было очень много факторов, которые задерживали строительство. Один из самых масштабных – это, конечно, непогода. И если бы в последние дни лета шли сильные дожди, то это могло бы повлиять на своевременную сдачу объекта к первому сентября. Но, к счастью, уже выполнили все работы для успешного и благоприятного обучения детей. Однако после того, как включат отопление, рабочие еще раз проверят всю систему. Кроме этого, в подвале также собираются нанести завершающие штрихи, а именно докрасить стены. 1 сентября у нас были, конечно, подозрения, что не сдадим, но последнюю неделю работали просто круглосуточно. Спасибо огромное всем строителям, всем подрядчикам, подрядчикам, те, которые были с нами в это тяжелое, трудное время доделать вот эту школу. Очень, конечно, теперь уже рады о том, что школа все-таки готова. Многие, как говорится, говорили о том, что школу не сдадите, но всеми силами, усилиями. И Сергей Константинович Носов, непосредственно, который чуть ли не каждый день приезжал сюда, Юрий Федорович Гришан, который здесь тоже с нами был, находился постоянно. В общем, всеми усилиями совместными мы сделали. И вот эта красавица сегодня, 1 сентября, в день, как говорится, знаний, вручаем ключ для открытия этой школы. Помимо того, что построили новую школу, в микрорайоне Снежный активно занимаются благоустройством. По словам Юрия Федоровича, все должно быть гармонично, то есть новая школа, а вокруг разрушенная дорога не может быть совместима. Поэтому уже сделали асфальтирование на Майской, фасад Дома Культуры, отсыпали территорию, где болото. Также в следующем году недалеко от школы будет новое и большое футбольное поле. 31 августа прошел брифинг, посвященный профилактике преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По результатам 7 месяцев текущего года уровень регистрации подобных преступлений остается достаточно высоким. Общий ущерб, причиненный гражданам, составляет 43 миллиона 640 тысяч рублей. Причем большинство случаев, когда колымчане лишаются денежных средств в сумме более 1 миллиона в результате мошенничеств. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение о совершении преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Участковыми полномочиями полиции отдела МВД России в рамках профилактического обхода административных участков проводятся профилактические беседы с жителями города Магадана, направленные на информирование граждан о способах и видах совершаемых мошенничеств. Особое внимание уделяется гражданам пожилого возраста. Ощущается информирование граждан о недопущении перевода денежных средств незнакомым лицам. Проводится разъяснительная работа, направленная на соблюдение бдительности поступающих подозрительных звонков и смс-сообщений, а также неразглашение личной информации. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, прежде всего нужно успокоиться и все обдумать, потому что только злоумышленники намеренно торопят, оказывая психологическое давление. Также, получив тревожную информацию о своих банковских счетах, необходимо связаться с финансовым учреждением по номеру на обратной стороне карты. Кроме этого, для совершения предоплаты нужно сообщать только номер карты, а также необходимо полностью исключить покупки по полной предоплате. Наш земляк, 16-летний Тимур Чернышев, в июле текущего года, стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе 2021 среди кадетов. Он одержал победу над спортсменами из Венгрии, Турции и Узбекистана, уступив украинцу и белорусу. Напомним, сам чемпионат мира 2021 года среди кадетов прошел в Бодапеште по трём олимпийским видам спортивной борьбы – вольной, греко-римской и женской. Сначала происходит переменство России, там, где отбираются лучшие, кого везут на международные соревнования. И после этого избрали команду для выступления на переменство Европы, а потом на переменство мира. И вот меня повезли на область соревнований. Отборался вроде бы более-менее, можно сказать, доволен собой, но хотелось бы лучше. На первенство мира я сначала встретился с представителем Венгрии, потом представителем Турции, Украины и Узбекистана. Но это не единственная победа Тимура в этом году. В июне он принял участие в соревнованиях первенства Европы по вольной борьбе среди младших и юношей. Тогда в общекомандном зачете Россия завоевала первое место. В копилке нашей сборной 24 медали, одну из которых завоевал Тимур Чернышев. Он одержал 4 победы, уступив только в финале коллеги из российской сборной. Целый год я ждал, что нужно сначала выиграть первенство России и Европы, и мира. Это была цель на год. Сейчас я перехожу в другой возраст, уже по юниорам, и там также нужно завоевывать путевки. У меня следующее соревнование – всероссийский турнир отбор в сборную. Это в Казани. Дальше уже зимой будет первенство России до 21 года. Греко-римская борьба с этим видом спорта Тимура познакомил его брат, когда ему было 6 лет. И за 10 лет он ни разу не пожалел, что связал свою жизнь именно ним. Да, бывают минуты отчаяния. В основном это происходит при поражениях на соревнованиях. Но это минуты, не более. Как говорит наш юный спортсмен, он четко ставит перед собой цели и сделает все, чтобы их добиться. Смахнув грусть и досаду, он снова идет на тренировки. Мы должны быть сильными, как тяжелые атлеты, бегать, как легкие атлеты и так далее. То есть мы в себе должны иметь многофункциональность. И за счет этого очень тяжело. Мы должны быть очень разносторонними. Ну, когда идет подготовительный цикл, то две тренировки в день, утром и вечером. Сейчас я как бы восстанавливаюсь, одна тренировка в день, пять дней в неделю. Недавно для продолжения спортивной карьеры Тимуру пришлось переехать из Магадана в Санкт-Петербург, где сейчас он занимается греко-римской борьбой. В училище Олимпийского резерва номер два Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Мой первый тренер – это Свеколкин Руслан Андеревич. С ним я восемь лет тут в Магадане тренировался. Он мне заложил всю базу и проложил путь в спорт, так сказать. Потом я переехал в Санкт-Петербург, в училище Олимпийского резерва. Там я тренировался под руководством Камброва Андрея Павловича. В Магадане нет такого. Ну, тяжело пробиться куда-то по спорту, а там больше возможностей просто. Больше людей занимаются этим спортом и так далее. Все стремятся в сборную России, чтобы оттуда уже участвовать на международных соревнованиях. Вот этот ориентир. На вопрос, что дает данный вид спорта, Тимур, не раздумываясь, отвечает. Этот спорт закаляет характер. Поверьте, в этом спорте нет плохих людей. Он воспитывает настоящих и правильных мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова